Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com можно купить аккаунт Dota2 с любым рейтингом, данные о котором моментально придут на твой email. Также можно запустить свой аккаунт и при этом контролировать весь процесс. Anylevel.com – магазин с железными гарантиями. А по ссылке в описании действуют специальные скидки для моих подписчиков. Эх, пупей, а ведь когда-то из-за тебя болел, ублюдок ты такой. Да, не очень-то мне нравится этот парень, и вам он сейчас тоже не понравится, когда вы узнаете всю ту историю, которую я вам сегодня подготовил. Уже довольно-таки давно я рассказывал вам о большом ведре дерьма, которое вылилось на Team Secret. Envy, их бывший игрок, обвинил руководство, в котором состоит пупей, в том, что они нихерово так кидают своих игроков на бабулесы, не выплачивают во время зарплаты, забирают себе какую-то левую, нигде не описанную долю призовых и чем вообще только не занимаются. Envy говорил, что пупейчик наш даже бухал на буткемпах по-лютому и чуть ли их там ногами не пиздил. Короче, вонь от этой истории была страшная, но все в скором времени забили болт, как это обычно и случается, а Сикреты просто отмолчались. Репутация у них стала конечно сомнительная, но в целом всё осталось как было. До вчерашнего мать его дня. Вчера у них ушёл главный руководитель. Не пупей какой-то, а турецкий чувак, который всем заправлял. И Клемент, оставшись за старшего, накатал пост, в котором простился с бывшим директором и заодно вбросил про давно забытый конфликт. Мол, йоу, сорян, признаём, был у нас грешок, но мы конечно же всё выплатили, так что до свидания. И тут ворвался Envy. Он в своём твиттере довольно саркастично, но недвусмысленно намекнул, что нихера они на самом деле не выплатили. Даже видюху и ту зажали. А потом вообще сказал, что в общих чертах он не досчитался от Сикрета в четверти ляма баксов. Если это правда, то это конечно полный пиздец. Но у меня по-моему справедливо возникает маленький вопрос. Если тебя, чувак, нагибают по полной, а иначе это и не назвать, и не отдают тебе честно заработанные 250 кусков, то почему ты только лишь пишешь об этом в своём твиттере, вместо того, чтобы подать в суд, показать там пруфы и вытрясти с этих уродов ляма то и два, вместо своей четверти. Либо ты, чувак, очень странный, либо ты знатно преувеличиваешь, либо у тебя нет никаких сраных пруфов. Если вы договаривались на словах, то это ни хрена не повод отдавать тебе бабки. По крайней мере для чувака, который хочет тебя кинуть. То есть блин, как бы это сказать, когда речь идёт о больших деньгах, то надо быть ну просто конченным удозвоном, чтобы не подписать нормальный контракт или делать что-то в чёрную. Это как обмотаться кусками свежего мяса и пойти дразнить некормленного добермана. Или как откусить себе палец и прыгнуть в бассейн к куле. Или сделать себе усики Гитлера и пойти гулять по чёрному кварталу. В общем, думаю вы уже поняли аналогию. И я вот всё думаю, когда же Энви начнёт таким заниматься? Ведь это настолько же охуенные идеи, как и договариваться на словах о практически миллионных сделках. А именно это он и сделал, по всей видимости. Потому что я не вижу другой причины не нанять юриста и не отжарить пупея по самое не хочу. За все его долги. И даже, о господи, за не отданную видеокарту. Так что как по мне, Энви просто дурачок, который где-то не доглядел что-то по бумагам и юридически сейчас не может ничего, кроме как поныть в твиттер. Конечно это никак, вообще просто никоим образом не оправдывает пупея, который судя по этим кадрам не только жадный, но и малость отбитый. Но и из Энви не стоит делать слишком уж мученика. Это просто будет для него уроком. И уверен, что благодаря этому уроку в следующий раз он подойдёт ко всем формальностям, ну хотя бы чуточку тщательнее, чтобы не влететь ещё раз на 250 тысяч. Пишите что думаете об этом вы, мне очень интересно будет почитать ваши комменты и обсудить всю эту ситуёвину. Вполне возможно, что я какую-то инфу пропустил и что-то не доглядел, потому что выглядит это всё ну очень уж странно. И на этом всё, не буду пожалуй больше затягивать, скоро увидимся и удачи вам, будьте чуточку внимательнее чем Этернал Энви. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok